всем привет кошечки и зайчики девочки мальчики с вами я ангелина всем добрый день приветствую вас на своем канале меня сегодня мук банк селедка селедка вот такая селедка что-то тощая такая знаете не знаю я в магазине покупала и все такие вот селедочки были маленькие шутки маленькие селедочки не знаю в общем меня пюре картофельное маринованный лучок сделала черный хлеб короче посланимся еще не покупала в магазине маяк икру икру сельди давно я ее купила нам на в холодильнике вот вот такая экран лунское море мы с вами сейчас попробуем у меня селедка с молоками попалась поэтому я открыла икру я ее уже открыла я не пробовала еще она в масле лунское море сейчас мы это все попробуем вот такая вот там экран я знаете молоки я не люблю вообще кушать люблю больше икру вот а муж меня наоборот он вообще икру не ест так давайте с селедки хочу селедку нафиг не то картошка продавщица скала мало соленая малосольная селедочка мы ее прям так съедим что тут мелочится правда если вам скучно грустно съешьте селедку и вы забудете о всех печалях потому что почищу я ее будете бегать пить воду забудете обо всем ну ладно чушь поделаешь что у меня кошка тут сидит блин не ори кошка котенок у меня еще постоянно кто-нибудь допросит на соленая нельзя нельзя тебе не знаю я говорю вот у меня муж молоки любит только икру вообще хоть черными поставим не будет кушать я так по икре как смачно ребятушки муж я кого-нибудь так с агитирую на селедочку салфетки он есть у меня погода такая это по ходу зима и крадется уже ветер то снег идет ну поменялась погода сегодня с утра уже смотрела что похолодает в общем пора смотрела на днях это пирата пиратов пиратиков там короче смотрю а блогера как она там вишенка на торте она обзор делать на всяких там блогеров на урал очку она пиратов там короче какое-то видео было где вова там самых пиццах вышел видео нинка выставила вот и быстренько там в общем кто-то сохранил этот момент и сделал шот делал анголы в трусах такой кухню и у него там это пятно спереди кто-то сделал шот короче она это видео нинка то брала этот момент в общем и все подкалывают его наш он обоссался там типа на вождение же он пошел обучение то там снова на мотоцикл вроде как отучился теперь права пойдет но знаете вот что-то я толку не увидела мотоцикл что он отучился зачем учился я вообще не пойму найти такое ощущение что на его пихать лишь бы чем был чем бы то хотя бы он занялся или понты типа вот смотрите я мужик какой права то что мотоцикл даже не ездил не в таиланде ничего на хера вообще то что учиться на права до сдал и надо сразу как бы ездить все это хотя бы иметь машину потому что очень быстро во первых забываешь во вторых по городу ездить нужно опыт вождения то есть и чем дольше ты не ездишь извините я буду пальцы облизывать это текет ну чем дольше не ездишь тем все у тебя уверенности нет все смысла не вижу что он сейчас идет учиться на право идти входит так как она говорила что машину вроде они не у нас еще больше не собираются купить хочу попробовать вот эту икру уж больно интересно стоила на 114 рублей вот такая вот это баночка это пресервы как масле все это она такая плотная кстати положим на хлебушек знаете бутерброд хорошо масло хлеб и вот икорка слушайте неплохо она в меру соленая я думала вот знаете обычно пресерва ништяки пересолены это прям хорошая и плотная такая вкусненько прям на чем я остановилась в общем у меня же сыну тоже учиться на права ну как учиться он уже экзамен теорию сдал на вождение то получилось так недовольная автошколой которую он пошел мы не знали сейчас я вам расскажу у них теория было до 3 месяца почти и потом уже короче они заканчивали уже теорию только вождение началось на вождение раз в неделю идет запись у них приложение в телефоне по понедельникам так как он учится он конечно пытался на народу много там не успевает записаться понимаете мало у него там ну началось когда вождение где-то один-два раза он всего в неделю получалось у него поводить я считаю что это надо мало и потом сразу теоретический экзамен он билеты он создал в гаи вот у него было недавно экзамен до получается до вождения сдали экзамен 8 человек допустились до вождения короче до автодрома вот из восьми никто не сдал в общем на автодроме было две машины он вообще записан как его инструктор там другой человек у него что то вроде как оказалось что выходной другая машина была веста и было рано но он сел на весту так как он чаще на ней как сказать практиковался практиковался она рано мало ну и в общем сел на весту там другие кто записался никто не смог короче на эстакаду все съезжали хотя он на другой машине все получалось не знаю то ли в машине какие-то проблемы я по себе знаю не знаю я говорю привыкаешь что ему к одной машине не скажешь плохо на 1 всяких уметь ей но все равно как-то со временем приходит что на разных в общем то ли у сына не хватило практике в общем ну короче никто не знал сейчас он до сих пор как до сих пор вот у него сколько ну полторы недели было займем назад в общем на 1 декабря перенесли еще будет экзамен будет вождение пока он короче вводит я буду тренируйся в общем ничего страшного а право она кстати я не поняла чем там ходит на какие там эти как их теорию что-то вот она отодрала какая-то теория что-то блин психология вождение что-то вообще не пойму объясните а то может курсе что за психология вождей и такого не было в помине типа для каких-то умственно отсталых что ли какое-то я не знаю у меня такого не было ребят короче сейчас я обдиру селедку вкусненько хреновы знать что там за психология такая я вот говорю даже вот по себе я вот уже много лет не езжу за рулем хотя я права получил я сдала с первого раза экзамен без проблем я хотела водить не муж всю машину 99 купил по тем временам ездила потом в общем получилось так что там меня сбила машина долго лежала я больнице потом какой-то момент был я вышла на работу я ездила на машине потом забеременела когда тоже садилась потом уже где-то в середине беременности я уже перестала в общем садится за руль муж войду как-то вроде без надобности в декрет ушла в основном дома была так вот короче дальше родилась и все как-то еще машину поменял я на ней вообще пару раз так попробовала в общем как-то сама ушла от этого а сейчас получается сколько восемь лет прошло так что если вот уж учишься на права то нужно иметь возможность купить машину сразу отучился и ездить если грудь а будут лежать там права эти блин а машину не знаю когда ты купишь я не знаю толку от этого один фиг все забывается слушать как я с вами селедку то быстро съела блин так вкусно только я боюсь конечно я пить буду мой пить буду меня уже спрашивают комментариях что я на новый год буду готовить ой ребят до этого еще знаете вообще даже не думала про новый год у меня сейчас 25 числа ноября сына день рождения 19 лет на его день рождения надо что-то приготовить что тоже так немножко в раздумьях на горячее точно будет у меня утка у меня утка потому что лежит морозилке уже давно может яблоками запеку картофеля обязательно будет картофель салатики смотрю сын вообще со своей компанией будет отмечать ему не не до нас до старпёров то друзья со школ еще своя компания уже будто это праздновать мы его вспомним знать 19 лет до пипец я в 19 лет уже работала даже училась здесь саловать и уехала домой на север родители там жили я уже нашла работу и жила уже со своим первым мужем потом в 19 почти в 20 лет я родила уже вот сына капец блин сейчас смотрю да на сыну дум блин неужели я вот такая в таком возрасте уже имела работу уже обеспечивала как говорится себя только жили у родителей мы моих сын родился вот тоже декрет ушла думаю а вот так игру на сына у смошен какой-то мелкий молодой совсем думаю какое мы еще самостоятельно жизнь может мне как маме так вот кажется что он все тоже родители знаете вот некоторые сами оберегают конечно но все такой человек вот оберегаю да плохо это ли хорошо но это тоже с стороны и самостоятельность нужно ребенку больше давать чтоб сам что-то я сейчас как-то не лезу в его дела в принципе но если что-то вот он задумал я поддерживаю его решение по белу себя короче долгий дети растут не успеешь оглянуться как это улетят из родительского гнезда хотя не знаю я не тороплюсь у меня сын там куда-то влетал у него отдельно комната живет сколько надо будет жить найдет работу и вот работать жить со мной пока может может невесту найдет девчонку пик укорку съедим кстати прикольная икорка кушать можно главное что не сильно она такая соленая ладно короче закругляюсь ребят всем спасибо за просмотр всем желаю добра счастья позитива поставьте лайк подписывайтесь на мой канал напишите комментарии всем пока пока до скорой встречи